Современные мегаполисы требуют новых подходов, уверены архитекторы. В советское время город был понятием универсальным, существовала система стандартов. Сейчас необходимы другие принципы пространственного развития. В этом может помочь так называемый мастер-план – документ стратегического пространственного планирования города. Он носит долгосрочный характер и фокусируется на определенных задачах. В отличие от генплана, сконцентрированного на вопросах землепользования и размещения в городе различных объектов. Концептуальная часть мастер-плана четко связана со стратегиями социально-экономического и пространственного развития. При этом такой документ является проектом. Это скорее договор между горожанами и властью. Он должен быть понятен и доступен всем. Мастер-план должен на себя взять вот эту задачу, поиск решений, обсуждение, участие общественности, взаимодействие со стейкхолдерами и так далее. Первопроходцам в новом подходе планирования городского пространства в России была Пермь. Затем более детальную работу на своей территории провел Екатеринбург. Архитекторы в своих проектах предлагают отказаться от огромного количества высоток, обновлять транспортную инфраструктуру и сохранять историческое наследие. Культура, история становятся основным ресурсом, который формирует город, его репутацию, его ткань, его жизнь и все остальное. Не экономика в том привычном смысле, о котором мы говорим, а культура, экономика, производство, вы это понимаете, след за жильем, субарбонизируется, уходит из города, уходит в пригороды. Возможно, некоторые рекомендации учтут и при формировании нового генплана Самары. Старый документ был рассчитан до 2015 года. Новый будет действовать 10 лет. После официального опубликования проект обсудят на публичных слушаниях с горожанами. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Николай Епифанов. События.